МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это оркестром Даниль Орен, выдающийся, всемирно известный режиссер из Израиля. И это одна история. Другая история, что, конечно, очень интересно, что происходит с классической музыкой в связи с пандемией. Происходит, не происходит. Вообще, когда я думаю о классической музыке пандемии, я думаю, что классическая музыка что-то только не пережила. И это не первая пандемия, которая переживает классическая музыка. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас, происходит сейчас. В общем, повода для разговора очень много. Мы пригласили в студию людей, которые участвовали в этих концертах. Как всегда, я задаю в прологе один и тот же вопрос, люди на него отвечают. Я их таким образом представляю. Вопрос мой очень простой. Как известно, не все, что звучит по радио, не все, что звучит в концертных залах, можно назвать слово «музыка». Если слово «музыка», мы имеем в виду что-то такое возвышенное и серьезное. Как лично вы отличаете хорошую музыку от плохой? И как исполнитель, и как слушатель? Есть ли какой-то критерий, по которому можно отличить хорошую музыку от плохой? Ну, вы знаете, кто смотрит нашу передачу, которую я веду. Я всегда начинаю с женщин, но в данном случае я по-другому сделаю, потому что у нас есть гость. Гостью надо всегда первым представлять слово. Данил Орен, дирижер из Израиля. Я уже говорил, всемирно известный дирижер. Как вы отличаете хорошую музыку от плохой? У вас есть критерии? Сегодня уже больше одного года В Европе мы стараемся, в России по-другому. Мы сегодня стараемся сделать что-то, сделать, чтобы дать работу людям, потому что уже больше одного года люди не работают, особенно в сфере культуры. И мы сделали такой стрим, такой стрим-канал, стриминг-канал. И я думаю, что это такой неправильный способ сделать музыку. Это жизнь. Но вы не можете заменить публику. И музыка, вы должны все вместе ее ощущать, чувствовать вместе с дирижером, с теоркестром. Это напрямую должна идти связь такая. И я не чувствую то же самое, когда мы просто стрим такое делали. Вначале я был против такого способа донесения музыки. Но в Европе, только за исключением одной страны, Испания всегда работала. Но здесь, кроме Испании, все перестали работать. И я думаю, что отсутствие публики, да, и для нас это очень, для нас плохо. Я хочу сказать, Даниль, что вы как настоящий дирижер начали дирижировать нашу эфиром сами, но мы еще поговорим обязательно про то, что происходит сейчас в пандемии. И вопрос был несколько другой. Если коротко ответить, у вас есть критерии отличия хорошей музыки от плохой? Я не думаю, что есть несколько типов музыки. Хорошая музыка, опера или нет, современная или нет. Такой очень высокий уровень. У нас поп-музыка тоже есть. Мне она очень нравится, и мне очень нравится слушать поп-музыку на параде, по телевидению и различные песни. Я израильцанин, и мне израильская музыка нравится. Но я не могу так классифицировать классическую музыку или песню, или легкую музыку. Понятно. Екатерина Валерьевна Лехина, оперная певица, между прочим, лауреат прямой гриме. Мне кажется, что я первый раз вижу лауреата прямой гриме так близко. У вас есть какой-то критерий хорошей музыки и плохой? Ну, я могу сказать, что музыка либо трогает, либо может оставлять равнодушной. Когда музыка откликается в сердце, когда мурашки бегают, когда ты своими мыслями улетаешь куда-то далеко-далеко. Как человеческий мозг устроен? Мы одновременно можем думать десятки мыслей. То есть мысли могут проноситься, чередуя друг друга, сменяя друг друга постоянно. Но когда музыка действительно трогает, то ты забываешь обо всех других проблемах, задачах. И ты погружаешься в это, ты наслаждаешься, но в хорошем смысле отключаешься от всего земного. Для меня это критерий. А эта музыка может быть классическая, эстрадная, джазовая, любая? Может быть, может. Жанр не важен. Да. В этих концертах, о которых я говорил, принимали участие молодые музыканты, которые уже были у нас на программе. Они выросли за это время. И нам приятно так следить за их судьбой. Давайте начнем с дамы. Далее Гуцарева, Виланчериска. Что для вас, где для вас критерий хорошей музыки и плохой? Ну, если честно, я вынуждена согласиться с маэстро. У меня нет таких критерий. Ну, есть одно дело, что какая-то музыка мне не нравится, а какая-то нравится. Но это не значит, что эта музыка, которая мне не нравится, плохая. Это просто лично мне она не нравится. А вы не думали, какая музыка вам нравится, а какой должна быть музыка, чтобы она вам нравилась? Ну, знаете, я меломан. Я слушаю практически все. Просто какая-то песня, какая-то мелодия. Если она мне понравилась, значит, для меня это хорошая музыка. Мне кажется, это правильный такой критерий. Адам Гуцарев – пианист. Музыка – это очень субъективное понятие, которое в первую очередь зависит от восприятия человека. И критерии можно придумать любой абсолютно. Ну, пример просто приведу. Есть критерии, допустим, сложности мелодии. Почему популярная музыка популярна? Потому что там... В чем ее смысл? При помощи минимальных художественных средств выразить наиболее широкую, допустим, не знаю, на более широкую аудиторию мелодию. То есть она должна быть простой, чтобы люди ее поняли. То есть по этому критерию поп-музыка, конечно, более примитивна, допустим, чем классическая. Это один критерий. Можно делать другой, допустим, критерий. То, что поп-музыка там... Талант заключается в том, что при помощи малых художественных способов, да, каких-то выразительных, ты передаешь как бы больше смысла, эмоций и так далее. Вот, например, рэп, хип-хоп. А в чем смысл? То, что минимальных как бы художественных каких-то способов выражения этой мелодии, но музыка как бы передает свой смысл, кудрит свою идею. То есть критериев может быть много. И мне кажется, тут все упирается, вот как Даля сказала, в то просто тебе нравится или нет. Ну, собственно говоря, я думаю, что вы до передачи догадывались, что с музыкой все не так просто. Мы будем обсуждать сегодня не то, что постараемся понять, но постараемся порассуждать по поводу музыки. Мне кажется, что это очень интересно. И у нас будут, естественно, фрагменты концертов, которые прошли первый концерт. Концерты проходили в Большом зале консерватории, Светлановском зале Московского дома музыки. Фрагмент концерта, который проходил в Большом зале консерватории, солирует далее Гуцериева. Музыка. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Скажите, пожалуйста, Даля, вот сейчас мы видели, как вы играете, ощущение, что вы находитесь в каком-то другом мире. Вот те эмоции, те чувства, которые вы испытываете на концерте, вы когда-то можете испытать в реальной жизни? Или это что-то совершенно отдельное? Ну, я думаю, что отдельно, скорее всего. Хотя иногда, конечно, я испытываю чувство счастья, когда играю. Такое я могу испытать и в реальной жизни. А когда не испытываете... Можно передать, что испытывает музыкант, когда он играет в одном из главных вообще залов мира, в большой зал консерватория? Ну, в основном я играю какие-то печальные или драматические произведения. Поэтому зачастую я испытываю какое-то волнение. Ну, не то чтобы страх перед игрой, а именно волнение душевное, какое-то волнение. Вот. И даже печаль. Даниль, я хочу задать вам вопрос, который я задавал всем дирижерам, которым я беседовал. Я беседовал, наверное, со всеми крупнейшими дирижерами мира. Вопрос предельно простой. Что делает дирижер? В чем его задача? Вот сидят хорошие музыканты. Они почему-то без дирижера не могут их брать, а дирижерам... Что он делает? Я бы не хотел говорить там, как... Вы знаете, Феллиния фильм, да? Я бы не хотел говорить, как в его фильме. В оркестре все очень важны. Кларнет очень важен. Любой инструмент. Я не могу говорить, что дирижер — это самый важный человек, но интерпретация произведения, когда оркестр играет, это все идет от дирижера. Если вы слышите 10 дирижеров, столько же интерпретаций. Мы пытаемся, ну, коммуницировать и общаться с оркестром, и донести свои эмоции, и также выразить те эмоции, которые... Также с хором, с солистом я со всеми коммунизирую. Я хочу эмоции такие вот вызвать, да, и в публике тоже. Если нам это удается, то хорошо. Но я не думаю, что вы можете... Если у вас холодная натура, вы не можете такую музыку делать. Вам нужно быть эмоциональным. И нужно очень тщательно к этому подходить. Я всегда это делал. Это... Моим идеалом был Ленни Бернштейн. И я пел с Ленни Бернштейн, когда мне было 13, он гениальный. И мы пели вместе с ним соло произведений. И я стоял в двух метрах от него. И это был самый такой фантастический для меня опыт, чтобы видеть музыку перед вами. Это был не дирижер, это была сама музыка передо мной. Я очень был им вдохновлен. Максим Шостакович, дирижер и сын великого композитора, сказал, что дирижер – это человек, который гипнотизирует оркестр. Вы согласны с тем, что дирижер – это тот, кто гипнотизирует музыкантов? Абсолютно, да. Да, абсолютно. Полностью согласен. Я понял, что это было. Абсолютно. Это было бы ипноза. Да, такое, сорт гипноза. И вы взаимодействуете с публикой. Много раз я могу сказать, что… Я разными способами пытаюсь донести до оркестр, что мне нужно. И я должен… Воображение очень важно. Если я знаю очень хорошо, что мне нужно конкретно от оркестра, без единого слова я могу как гипнотизировать их. А они это чувствуют. Да, это гипноз такой своеобразный. Мы сейчас посмотрим еще один фрагмент концерта. Это уже концерт в Светлановском зале Московского Дома музыки. Солирует Екатерина Лехина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это значит, что у вас нету, кроме пения, никакой жизни? Нет, это не так Ну как, пение – моя жизнь, а все остальное, что тогда? Ну, пение – это моя профессия, во-первых Это, ну, это дело моей жизни Но помимо пения, конечно, существует ряд других занятий, что я люблю делать Ну, то есть, судя по этому заголовку, можно было делать, что вы такой фантастик Вы такой совершенно фанат Вы только поете это, а все остальное – ерунда Это не так Вы знаете, во-первых, петь я начала еще с совсем маленького возраста Это отдельно, мы поговорим, все тут такие Ну, пение и музыка – это моя страсть Я считаю, что музыкант, который не посвящает свою жизнь именно музыке Будь то инструменталист, или певец, или дирижер Он не может состояться в профессии Скажи мне такой практический вопрос, простой практический вопрос У вас, я сейчас условно говорю, да я ничего не знаю, я ничего не знаю про вашу личную жизнь Знать не хочу, это не мое дело У вас любовь, вам назначает молодой человек свидание, а у вас репетиция, что выбираете? Здесь вопрос очевиден Конечно, репетиция Почему? Понимаете, нельзя мыслить такими категориями Встретиться можно и в другой раз А репетиция – это профессия, это работа Другого возможности может не быть Но он обидится, уйдет Ну, то есть понятно Но человек должен понимать и принимать ту жизнь, которой живет музыкант Скажите, пожалуйста, Адам, вот занятие музыкой Как я понимаю, оно требует огромного, огромных усилий, огромного времени Можно говорить, что вы чем-то жертвуете ради этого? Или это нельзя назвать таким словом? Ну, если ты не занимаешься музыкой, да, то, ну, допустим, я занимаюсь музыкой У меня есть друзья, которые занимаются очень прям глубоко физикой Или другими точными науками Мне кажется, что любой человек должен выбрать себе профессию в жизни И эти профессии всегда съедают очень большое количество времени Я бы не сказал, что я чем-то жертвую Мне кажется, что музыка дает мне ровно столько, сколько и отдает Иногда и больше То есть это не жертва, а это радость? Это радость, конечно Но музыка – это просто способ как бы сублимировать вот все, что в тебе копится И сублимироваться идеей, чувства, мысли Музыка же не обязательно должна быть только классическая Музыка может быть какой угодно Но я выбрал себе классическую музыку для профессии Потому что я ее люблю Вот Скажите, пожалуйста, далее Ваши ровесницы сейчас, когда были младше Они как относились к тому, что вы отдаёте огромное количество времени музыке? Они понимали вас или они считали вас странной? Или они просто на это не обращали внимания? Они меня понимали, потому что все мои друзья, все музыканты, практически все Мы с ними учились в одной школе, потом мы сейчас с ними учимся в консерватории Поэтому мы понимаем друг друга и странными друг друга не считаем Это значит, что музыканты – это очень сильно сгруппированные люди, которые общаются только друг с другом Им с другими людьми не очень интересно Насчёт того, что сгруппированы, да, это правда Очень, на всю жизнь Я даже и не думала Я думала, что когда после школы наши пути разойдутся Нет, это не так, всё равно Все вместе Но насчёт того, что с другими людьми не общаются Нет, общаются Ну просто лично я, вот мои подруги Мои лучшие подруги А они музыканты Поэтому Скажите, пожалуйста, Даниль Я знаю, что вашу профессию за вас выбрала мама Я читал, с какой любовью о ней говорите О вашей прекрасной маме Которую даже, когда вы Ну, вы это знаете Я зрителям скажу, что когда Даниль учился быть дирижёром Там в 13 лет, то мама принимала участие в этих занятиях И говорила, как с вами правильно надо работать Вам никогда не было обидно, что за вас выбрали бы судьбу? Она была очень сильной такой личностью И такая настоящая еврейская мама Она меня обучала с момента, когда я родился А она психологию изучала и философию И она не была музыкантом, но она очень хорошо могла анализировать своего ребёнка А в 6 лет она сказала, что я должен учиться на фортепиано И как учитель после 2-3 месяцев мне сказал, что у меня нет таланта И мы подождали немножко И потом она нашла другого учителя, хорошего пианиста И она мне хотела меня обучить там многих инструментов Но она нашла самых лучших учителей по композиции, по сольфеджи, по рисованию Всегда были самые лучшие учителя И до 13 лет меня обучали И она говорит, что никогда ты не будешь пианистом И виолончелистом никогда не станешь Я думаю, что ты должен стать дирижёром Это более обширное такое поле деятельности Но это она за вас выбрала У вас не было права голоса И вы никогда не жалели о том, что дорогу выбрал за вас другой человек Пусть это ваш родной человек, самый близкий человек Но все равно это не вы Нет, никогда не пожалел И она всё для меня выбрала Но я всегда был счастлив Я очень был счастливым ребёнком И мне нравилось И на фортепиано любил играть и на велончели И пел я Я бы, конечно, предпочёл играть с детьми Но не хотела бы, конечно, учиться Но это было невозможно Она такая очень сильная была женщина В день у меня был один час, чтобы поиграть А потом... Один час? Да, один час В день, чтобы поиграть с другими детьми Баскетбол, футбол Баскетбол Это enough Всё остальное время вы занимались Потом, да, всё остальное время школы И вот тренировки, да, музыка После... Как один час прошёл, да, она меня звала Даниэл Даниэл Но она была права Она была права И все думали, что 13 лет Это вообще изучать... Учиться на дирижёра Это сумасшествие Никто не хотел Меня обучать Но спустя полгода она нашла дирижёра Учителя Она всегда была на моих уроках У меня такая страсть, эмоции У меня огонь такой внутри Он думал, что очень много эмоций я отдаю И всегда критиковал меня за это Всегда призывал успокоиться немножко Но моя мама всегда присутствовала И она ему сказала Господин Люстич Я не разрешаю вам менять личность моего ребёнка Это во-первых А во-вторых Не забывайте, кто платит за уроки Это я Это была моя мама Такая мама Замечательная история Мы сейчас узнаем, как это всё происходит у нас в стране Как происходило с молодыми музыкантами Сначала посмотрим фрагмент концерта в Светлановском зале Солирует Адам Буцереев Солирует Адам Буцерев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Но вот с 15 лет, очень хорошо это помню, я для себя твердо решила, что я стану оперной певицей. Скажите, пожалуйста, Дали, вы когда-нибудь устаете от занятий музыкой? Ну да, иногда устаю. А как вы отдыхаете? Ну, обычно просто иду рисовать или лежать в постели и все. Идете рисовать. То есть у вас одно творческое занятие заменяет другим творческим занятием. Вы меняете просто сферу деятельности. Я думаю, что будет правильно, если мы поговорим о том, что случилось все-таки с пандемией. Вот уже маэстро начала об этом говорить, и я хочу вас еще спросить. Я уже говорил о том, что классическая музыка пережила очень много чего. Она переживала войны, эпидемии, она переживала революции, бог знает, что она переживала. Как вам кажется, какая самая серьезная потеря будет у классической музыки в связи с нынешней ситуацией, в связи с нынешней пандемией? Я думаю, что... Надеюсь, что классическая музыка ничего не потеряет. Я думаю, что энтузиазм публика очень ждет, очень хочет послушать не только музыку, но вообще и в театр пойти, и в какую-то... Да, хочет ощутить жизнь. Но не стриминг, конечно. Я хотел бы напомнить, что в нацистских лагерях, например, была музыка, и была культура, и они создавали оркестры и делали спектакли. И они знали, чем все закончится. Но если бы мы отказались, тогда как мы сейчас можем от этого отказать? Я восхищаюсь Россией. В России вот такая смелость есть. Можно жить, страна, где можно жить. Все открыто. Я знаю, что у вас тоже были какие-то жертвы, но, конечно, вы сейчас живете. И театры открыты. Не 100%, конечно, но мы все равно еще внимательно должны относиться ко всему. Но жизнь вернулась в нормальное русло. Германия полностью закрыта, как пустыня. Италия закрыта на сегодняшний день. Я думаю, что, может быть, они откроются, конечно. Лондон тоже был закрыт. Сейчас им удалось вакцинировать людей. Испания, так же, как в России, они тоже открылись и не закрывались даже на один день. И я восхищаюсь Испании и России. И я думаю, что другие страны последуют этому примеру. Скажите, Екатерина, тут люди разных поколений. Я понял, что маэстро против онлайн-концертов. А есть люди, которые считают, что Демия доказала, что дальше будет эпох онлайн. И надо привыкать к тому, что да, концерты будут онлайн. Вы за онлайн-концерты? Я надеюсь, что все-таки не будет такой эпохи, что мы не уйдем совсем в онлайн. Нет, так нельзя. Искусство, оно должно быть живым. Оно должно быть с публикой, со зрителями. Ведь что происходит на концертах, на спектаклях? Это же колоссальный энергетический обмен происходит артистов, музыкантов и зрителей. Артисты же не только отдают свою энергию, свои эмоции, свои чувства, что они проживают в музыке. Но мы же еще получаем колоссальную энергию от наших любимых зрителей. Я считаю, ни в коем случае нельзя полностью уходить в онлайн-формат. Ну, я уверена, этого не произойдет. А да, вот человек более молодого поколения, как относитесь к онлайн-концерту? Плохо. Я даже могу объяснить, почему. Сделать на примере обучения дистанционного, которое происходит. Я с этим знаком, кстати, очень хорошо. Потому что учусь в школе сейчас. Смотрите, дистанционное обучение не работает. Я это могу точно сказать. Оно работает хуже, чем обучение в школе. Потому что нет учителя и ученики друга плохо видят. Может не работать связь и так далее. Мы сейчас просто физически не можем перейти в онлайн. Потому что мы не имеем нужных технологий, чтобы перенести все события физического мира в интернет. И это очень хорошо, как по мне. Я считаю, что чисто теоретически, если смотреть в будущее, такое возможно. Но для этого нужно будет увидеть мир абсолютно по-другому. Потому что он сейчас меняется. И мы не знаем, каким мир будет через 10 лет, каким он будет через 20 лет. Но в данный момент этого не происходит. И я этому очень глубоко рад. Не происходит по техническим причинам, как вы сказали. И по сути это неправильно. Технический процесс, технический прогресс, к сожалению, меняет за собой общество. И меняет за собой мир. А мир технический прогресс не меняет никак. Это просто константа, это факт. Это так было сначала времен. Потому что менее развитые исчезали, более развитые прогрессировали. Поэтому на данный момент, мне кажется, из-за прогресса это не происходит. Что будет в будущем, я не знаю. Скажите, пожалуйста, Дали, вы согласны с тем, что онлайн-концерты сейчас не нужны? Ну или надо сделать их как можно меньше? Ну, знаете, на данный момент я думаю, что, может быть, это и неплохая идея. На данный момент, во время пандемии. А дальше, ну, конечно, я против. Под тем же причинам, по которым говорили люди? Да, во-первых, ну, во-первых, да, самая примитивная и связь просто плохая, и запись, и звук плохой. А во-вторых, ну, как будто бы неживое, что ли. Ну, так и есть неживое. Как будто где-то в другом мире ты здесь, а музыка-то там. Данил, как вам кажется, вот все-таки сейчас началась вакцинация, постепенно ситуация нормализуется, медленно, трудно, но она нормализуется. Мы в результате придем к тому же, что было, и как бы забудем про пандемию. Все будет как до нее, или все-таки пандемия как-то повлияет на концерты, на оркестры, на исполнителей, и что-то изменится? Да, я думаю, что сейчас все вакцинируются, и в России сейчас очень хорошая ситуация. Те, кто вакцинацию прошел, и кто уже переболел, 60-70% когда будет вакцинирован, да, мы сможем возвратиться до пандемии. Если вы и на Израиль посмотрите, и на Россию, в Израиле практически жизнь нормализовалась. Мы должны жить, как мы жили раньше. Да, я тоже делал вот этот стрим онлайн, такой формат. Когда страна совсем закрыта, я, конечно, хотел предоставить работу людям, потому что это трагедия для людей. Если люди не работают шесть-семь месяцев, они просто на улице оказываются. И многие люди переживают очень ужасные моменты в своей жизни. Я делал онлайн такой формат, просто чтобы дать работу людям. А в Салерно этим летом у нас будет четыре оперы на опен-эр. И мы надеемся, что этим летом будет гораздо лучшая ситуация, что в Солнце все будет солнечно и тепло, и также вакцинация будет, новый премьер-министр в Италии. Я думаю, что мы сможем начать сезон с четырех опер. А потом, я думаю, с сентября-ноября мы уже в театр вернемся. Я очень оптимистично настроена. Скажите, пожалуйста, Катерина, вот такое было огромное событие, и продолжается пандемия, но такое невиданное, никто из живущих, может, кто-то очень старые люди помнили 20-е годы, думаю, что нет. И оно пройдет, и никаких уроков не делается, я имею в виду именно про искусство сейчас говорю. Вот оно произошло, и забыли про него, или все-таки какие-то выводы должны мы сделать, какие-то извлечь уроки, или ничего такого нет? Нет, конечно, уроки будут извлекаться, и, конечно, мне кажется, что... Мне кажется, что даже сами музыканты будут к своей профессии по-другому относиться. Потому что, как ситуация показала, все может измениться просто в одну секунду. И люди, привыкшие жить по какому-то распорядку, да, зная, что у них расписаны контракты на годы вперед, они знают, что у них будет эта работа, и вдруг люди остаются без всего, это огромная неожиданность, это огромный удар для музыкантов. И дай бог, конечно, чтобы, во-первых, все театры вернулись к своей привычной работе, чтобы, во-первых, чтобы и финансирование было восстановлено, чтобы артисты имели работу, музыканты, да, потому что в сложное сейчас время, и финансово сложное время, конечно, я считаю, что особенно приглашенные музыканты, они под особым ударом. Скажите, пожалуйста, Адам, мне кажется, что вы философски смотрите на мир, мне это очень нравится, я с вами второй раз беседую, и мне кажется, это вообще замечательно. А человек, с вашей точки зрения, вы лично или вообще какие-то, какие надо извлечь уроки из этой пандемии, можно ли извлечь уроки, или дальше надо просто продолжать жить, как жить, и все? Ну, во-первых, я скажу то, что не бывает мировых событий, которые бы не повлияли на мир, после которых мир был тем же самым, потому что, ну, иначе для чего они произошли? В чем их смысл тогда? Естественно, пандемия оставит след, и прошлые пандемии оставляли след. Пример, допустим, роман Альбера «Камючума». Он же из-за чего-то произошел, он же почему-то его написал, он хотел передать мысль. Но проблема в том, что прошлое рано или поздно через какое-то время становится памятником. Оно исчезает из умов людей, потому что поколение меняется. И новое поколение получает знание о нем как бы уже более туманно, понимаете? Поэтому мне кажется, что... Вот почему люди, допустим, отвыкли от пандемии испанки, которое было в разы разрушительнее, чем ковид? Потому что, ну, просто люди перестали об этом говорить. Мне кажется, что сам будет и сейчас. Поискит новое культурное наследие, связанное, допустим, с ковидом. Но люди, естественно, через какое-то время тоже забудут это все из-за времени. Далее. А вас изменила пандемия? Вот лично вас? Или, собственно, ну, вы пережили это какое? Были такое, остались? Я осталась такой, какой была. Единственное, что мне было очень тяжело без друзей. Потому что они были в других странах, в других городах, и мы никак не могли увидеться. Это было самое, наверное, болезненное для меня. Но сейчас все, слава Богу, хорошо, мы видимся. И, ну, как будто бы какое-то облегчение наступило. Да, облегчение. Надеюсь, что этого больше на моем веку не повторится. Мы все надеемся, хотя тут, что Бог знает, что нам все рассказывают, что может быть, но мы надеемся, что все будет не так. Скажите, пожалуйста, Данил, я тут изучил статистику, и оказалось, что каждый второй родитель, 50% родителей, хотят отдавать своих детей в музыкальную школу. Каждый второй родитель хочет, чтобы ребенок учился музыке. Меня эта цифра совершенно поразила. Вы посоветуете этим родителям вести себя так, как ваша мама, то есть быть жесткими такими руководителями своих детей или нет? Может быть, в России? Вы говорите о России? Я не думаю, что в Европе так. А дети и родители уже не заинтересованы в культуре. То есть ничего не делают в школах для развития культуры. Но я очень счастлив услышать, что в России такая ситуация, потому что для вас культура настолько важна. да, и я думаю, что родители, особенно мама, должна быть с детьми и... вот так направлять ребенка. и, может быть, да, наверное, заставлять, как моя мама. Я думаю, может быть, конечно, это было преувеличено немножко. Я, конечно, страдал немножко от этого, но, тем не менее, я думаю, это правильно. Но если вы возьмете больших артистов и их... Цукерман, например, его мама была, как моя мать. То есть все великие... Я хотел играть в баскетбол. Если вы хотите кем-то стать, мама должна быть всегда за вами и всегда должна заставлять. Никакого другого решения я не вижу. Меня немножко заинтересовала фраза, которую вы сказали, что в Европе нету такого интереса к культуре. В школах ее родители не передают детям. То есть школы не воспитывают в детях любовь к культуре, к литературе, к музыке и так далее в Европе? Нет, нет, уже нет. Уже нет. Мы, может быть, говорим о времени 50-60 лет назад, когда они дома были, обучали... Мы говорим о временах, когда они ехали в горы, вместе все пели, и различные произведения. Шесть-семь часов они... Они все знали, все песни знали, оперу знали наизусть. Сегодня вы спрашиваете ребенка, что такое Аида, они не понимают... Они говорят модель. То есть они не понимают. А концерты пользуются популярностью? Классическая музыка, оперы пользуются популярностью? Люди ходят? Да, зависит от страны. Ну, Ла-Скала, конечно, очень популярный театр. Это высокий уровень, конечно, много туристов. Но, yes, it's popular, но... Мы не должны скрывать... Мы не должны скрывать... Только жилые люди ходят в театр в Италии. И мы должны думать, как привлечь новую публику. В Китае нет такой проблемы. В Китае вся публика 25-27 лет. Очень молодые люди. Очень большой энтузиазм по развитию культуры, классическому музыку. Большой интерес. Это для меня очень большой сюрприз был. Скажите, пожалуйста, Адам, вот если верить статистике, статистике интерес к классической музыке в России среди молодых людей увеличивается. Вы это замечаете на концертах, хотя бы на этих концертах? Вы замечали, что в зале молодежи или статистика, статистика, реальность, реальность? Ну, скажем так, я не думаю, что... Ну, нет, естественно, я думаю, увеличивается. Потому что, ну, если статистика так говорит, то это объективный факт. Ну, в залах, конечно, да, и там взрослых людей там больше. Ну, потому что все-таки мне кажется, что классическая музыка, если выбрать именно вот обычного человека, который не увлекается, да, она больше как бы подходит в зрелом бодрости человеку. Потому что ей легче осознать, мне кажется, в более взрослом бодрости. Потому что у человека появляется больше и багаж эмоций, как-то прожитого опыта, и его легче соотносить с музыкой. Ну, да, я хочу замечать такое, что в последних концертах в залах было больше людей, которые были моложе, по крайней мере, в России. Скажите, пожалуйста, Иванович, вы поете по всему миру, если вы не в курсе, я вам скажу. А именно возрастной состав залов отличается в России, в Европе, в Америке? Вы знаете, как и маэстро сказал, везде, в каждой стране по-разному. Вот, допустим, где я успела выступать до закрытия театров в пандемию. Допустим, у меня была постановка одной из моих любимейших опер, Ариадна на Наксосе, Рихарда Штрауса, в Театре Кулон в Буэнос-Айресе. Огромный театр, гигантский, по-моему, еще до тысячи стоячих мест. Боже мой. Да. И билеты разлетаются, как горячие пирожки. И причем очень много именно молодых людей в зале. И я помню ситуацию, что для местных, то есть у нас был интернациональный состав, и приглашенные солисты, и местные, аргентинские. И вот именно местные не могли позвать своих родственников, друзей на спектакли, потому что sold out. Все раскиплено. Вот вы слышите, в России какова ситуация? Ну, вы знаете, как-то вот я наблюдаю, ну, может быть, я слишком оптимистично смотрю, но 50 на 50. Очень много молодого поколения, среднего поколения ходят также на спектакли. Конечно, большой пласт публики – это люди более старшего поколения, более старшего возраста. Но очень отрадно видеть, конечно, и молодые лица в залах. Они есть. Есть, конечно. Важно, что они есть. Конечно. Скажите, пожалуйста, Дарья, для вас важно, какого возраста люди сидят в зале, когда вы играете? Нет. Я рада каждому, кому нравится музыка. А воспринимают музыку одинаково, вот классическую музыку, по вашему опыту, воспринимают одинаково люди старшего поколения и молодого? Я думаю, зависит от человека, но, наверное, в целом, если смотреть, то по-разному. А в чем разница? Я думаю, что, когда люди взрослеют, они больше понимают классическую музыку. Возможно, а когда дети маленькие, они, может быть, испытывают какие-то более яркие эмоции, скорее, чем мысли. А вы когда в первый раз, вы помните, когда вы в первый раз услышали классическое произведение? В каком возрасте? Я не помню. Это было очень давно. Наверное, мне было года два, три, четыре, вот так. Вы так же? То же самое, да. Ну, у меня самые ранние вспоминания, самые яркие с детства, как мама меня водила на классические концерты, когда я был прям маленьким-маленьким. И как мне нравилось, ну, под конец я жутко уставал и чуть не засыпал. Но вам нравилось? Да, нравилось, но просто... Это вот, да, мы одни из ранних воспоминаний моих, они все почти связаны с музыкой. Я вот буквально вспоминая о детстве, я не могу вспомнить ни одного момента, где она не была бы задействована. Спасибо вам большое. Мы говорили сегодня о концертах, которые состоялись в Москве. Эти концерты исполнял Оркестр Нового оперы под руководством Даниля Орена, выдающегося дирижера из Израиля, который пришел к нам сегодня. И в нашей беседе принимали участие люди, которые на этих концертах солировали. Это дали Гуцериева вилончелистка, Адам Гуцериев пианист, и Екатерина Варельевна Лехина, оперная певица, лауреат премии Грэмми. Заканчиваем нашу передачу, я хочу сказать вот что. Как известно, человек может прожить без необходимого, но не может прожить без излишеств. Вот классическая музыка – это, конечно, некоторое такое излишество. И масса людей, к сожалению, множество людей не хотят ее слушать, не ходят в концертные залы. И мне кажется, что они очень сильно себя обделяют, потому что, на мой взгляд, на взгляд совершенно не музыканта, а просто слушателя, классическая музыка – это то, что позволяет гармонизировать мир. Когда ты сидишь в зале, играет хороший оркестр, и выступают хорошие солисты, и поют хорошие певцы и певицы, у тебя в голове происходит гармония, в голове и в душе. И ничто другое этому не способствует. Я много занимаюсь театром, очень его люблю, но театр про другое. А вот про гармонию – это именно музыка. Поэтому сейчас, по счастью, уже открылись концертные залы, пусть пока не на полные 50%. Я очень вам советую ходить, потому что чем тяжелее жизнь, а пандемия – это, безусловно, тяжелая жизнь, тем более необходимо гармонизировать свое существо. Мне так кажется. Спасибо большое за нашу встречу, спасибо большое за ваши разговоры, спасибо большое всем, кто нас сегодня услышал. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока.